Всем привет! Сегодняшнее мое утро началось с небольшого шоппинга. Первое, что я взяла, это умывалка от Clinique. Моей любимой не было, к сожалению, в наличии, поэтому я решила взять вот эту от Clinique. Если она тоже будет хорошо очищать макияж, я останусь довольна, продолжу покупать именно эту. Просто любимая тушь от Essence. Стоит 3 копейки, но супер удлиняет мои реснички. Самое главное, очень легко смывается. В принципе, как-то подробно ее показывать нет смысла, но я просто обожаю эту кисточку. Опять не было цвета, который был нужен мне, поэтому пришлось взять в пятом оттенке. Обычно мы берем в четвертом. Я взяла все, что было. Всего было 3 пятых оттенка, поэтому взяла все 3. Точь-в-точь такая расческа у меня есть. Даже в розовом цвете, один в один, эту расческу я купила чисто для деревни, чтобы каждый раз, когда мы едем туда, не таскать с собой расческу. Мужской шампунь от Клэр. Это вынужденная мера. Женского не было, я ждала пару дней, его так и не привезли, поэтому я взяла мужской. В принципе, какая разница, мужской, женский. Но я покупаю только этот шампунь и пользуюсь исключительно им. В противном случае у меня появляется перхоть. Касательно ногтей я просто не смогла пройти мимо. Взяла себе гель Рунейл в белом оттенке. Я хочу сделать френч и с белой подложкой. И два оттенка взяла. Один от джеб. Сейчас я вам покажу этот прекрасный оттенок. Правда, точно-точно такой у меня есть, но он у меня, мне кажется, уже загустел. Поэтому я взяла новый. Очень красивый, сочный летний оттенок. Даже можно в следующий раз сделать с ним маникюрчик. А этот цвет, по большей части, я брала для педикюра. Такой вот темненький. Я не знаю, вам видно или нет. Такой благородный бордовый цвет. Ну и по мелочевке взяла того, что у меня дофига. Взяла еще, в общем, вот такой блеск от Fares. Стоил 3 копейки. Решила попробовать, почему нет. И вот, вы помните, я покупала такие блески от Golden Rose. Решила взять и от Fares. Посмотрим, понравится мне или нет. И самое главное, что я хотела, это карандаш для бровей от NUT. Я уже сделала сводч, и мне он очень понравился. Ну и сразу, конечно же, мне захотелось затестить новые материалы. Вот в таком состоянии у меня ноготочки. Им уже больше двух недель, и пора делать коррекцию. Потому что я еду в деревню, и непонятно, когда я приеду оттуда. А хочется ухоженные и красивые ноготочки всегда. Поэтому в этот раз я коррекцию делаю значительно раньше, чем всегда. Обычно с ноготочками я хожу около месяца. В этот раз весь процесс у меня занял два с половиной часа. Мне кажется, это нормально, учитывая, что я делаю сама себе. Я уже очень давно себе хотела купить белый гель. Но дело было в том, что на полочке пылилось четыре баночки геля от Runel в бежевом цвете. Вы уже наверняка заметили, насколько я запасливый человек. И это играет со мной в злую шутку. Но, несмотря на все эти моменты, я все-таки решила купить еще одну баночку и белого геля. Длину на большом пальце я решила выпилить под ноль. И решила его перенарастить. Мне проще всего это делать на верхние формы, но их у меня, к сожалению, нет. Поэтому мы обходимся обычными типсами. С ними, кстати, тоже получается очень круто. Параллельно я, кстати, смотрела ретро-серии Дома 2, где Либерж и Руднев. Очень интересные серии их отношений. Вообще, вы знаете, что я очень люблю этот проект. Порой смотреть на чужие ошибки со стороны очень полезно. Делать какие-то выводы, ты становишься менее эмоциональной. Как-то проще относишься к каким-то ситуациям в жизни, в отношениях и так далее. Сейчас на процессе монтажа смотрю на все, что я засняла. И здесь у меня получается 20 минут. Но куда во влоге 20 минут ногтей? Частенько вырезаю около 70% материала, который я насняла. Просто потому, что считаю, что это очень нутно. И всегда исхожу из интересов зрителя. Вот я ставлю себя на место вас, и мне, если честно, было бы неинтересно, нудно 20 минут смотреть только про ногти. Поэтому оставляем все самые ключевые моменты. Кое-где увеличиваем на 10 скорость и показываем вам. Старалась, если честно, делать побыстрее, потому что сегодня еще должны увидеться с подружкой. На улице классная погода. Я очень хочу для Инстаграма заснять видео. У меня есть одна идейка. Не знаю, смогу ли я ее воплотить в жизнь и получится ли так, как я реально хочу. На самом деле, это может даже глупо, с одной стороны, с закрытым аккаунтом снимать рилс и развивать свой Инстаграм, когда у тебя закрытый профиль. Но все равно, увидев у одной девочки это видео, я поняла, что я хочу точь-точь такое. Подобрала лук. Кстати, я бы оставила ногти прям вот так. Но дело в том, что уже большой палец я накрасила фиолетовый. Очень красивый цвет, который я купила сегодня. И получился такой прекрасный дизайн. Это, естественно, я рисовала не сама. Это слайдер. Но получилось очень красиво. Слайдер с белой подложкой. Просто божественно. Пора уже потихоньку начинать краситься. Я хотела, если честно, увидеться пораньше, но у подруги ученики. Она учительница. И у нее, кстати, очень много учеников, потому что сейчас, естественно, английский язык, он очень-очень востребован. И она сама тоже очень трудолюбивый человек, поэтому постоянно занимается. Вот, и у нее последний ученик, он уходит, получается, в 6. И мы с ней увидимся в 7. Наношу я вот такую базу от коллаген. Это огромный просто объем. Безумно мне нравится. Это от Farmstay. Я ее наношу и под макияж, и просто, когда наношу какой-то крем. После, кстати, этой базы где-то минут 5 жду, пока она окончательно впитается. Ногти мне настолько понравились. Надо бы еще педикюр такой сделать. Но у меня просто времени не хватает. Завтра где-то в 12 уже выезжаем. Поэтому сегодня обязательно нужно собрать вещи. И тут я резко решила увидеться с подругой. Наверное, педикюр я не успею сделать. Дальше наношу тон. У меня он от Миша. И я его буду разбавлять Max Factor. Потому что нечаянно взяла 21 оттенок. И, естественно, он для меня темный. Мне, кстати, в магазине сказали, что 21 это самый светлый. Но, как оказалось, у них просто не было 13. И пришлось взять. Но я надеюсь, что летом я немножко подзагорю. И он мне будет как раз. Кстати, у меня уже ботокс схватился. Сейчас нанесу тон и вам продемонстрирую. Хотя еще рано, но уже есть результат. То есть уже вот этого залома на лбу нет. У меня еще есть мукбанг, который нужно сегодня смонтировать. В общем, дел очень много. Но погода настолько крутая, что прям не сидится дома. Плюс у меня появилась идея съемки видео. Которая, скорее всего, не получится. Я ничего не выложу. Обычно так бывает. У меня в голове это выглядит просто шикарно. Но на деле, когда я это все дело снимаю, получается как-то не очень. Увидела, кстати, что жена Тарасова Костенко сделала себе грудь. Читаю комментарии и все пишут. Зачем ты сделала грудь? Нафига это надо? Переделала себя. Муж тебя, наверное, не любит. И все дела. Потом захожу под предыдущие посты, где они где-то отдыхали. И там она в купальнике. Открываешь комментарии, все пишут. Доска, два соска. Ужас, вот не везет, а раз. То есть вы сами, как бы люди, зрители, подталкиваете вашего любимого блогера на какие-то изменения во внешности. А потом, опять же, сами начинаете обвинять. Вот у меня лично никогда не было комплексов по поводу моего носа. Я всегда считала, что он гармонично смотрится с моим лицом. То есть супер маленькая пипочка, на мой взгляд, мне бы не подошла. Но порой, когда я читаю комментарии, я понимаю, а вдруг, а может быть реально ужасно смотрится. Все-таки, знаете, это оседает у тебя в голове. Вот сколько бы ты ни говорила, что тебе не важно чужое мнение, когда постоянно тебе пишут такие гадости, хочешь не хочешь, внутри твоей головы появляются комплексы. Дальше закрепляю это все дело пудрой. У меня вот такая палеточка от NYX. Миллион раз вам ее показывала. Очень универсальная штука. Все три средства идеально подходят. Так что, мои хорошие, прежде чем что-то написать, миллион раз подумайте, потому что это очень влияет на людей. Я согласна, что у меня не идеальный нос. То есть он не супер маленький, понятное дело. Но, учитывая остальные параметры моего лица, мне всегда казалось, что он гармонично смотрится с моим лицом. Но стоит мне увидеть, не знаю, 10 комментариев касательно моего носа и какой он огромный, все, у меня появляется желание что-то поменять в себе. И вы знаете, больше всего меня мотивируют на изменения комментарии, которые не злые. Вот, например, вчера прочитала комментарии. Девушка написала, классные губы сделала, очень красивые черты лица. А вот если бы еще нос был чуток поменьше, было бы Айка вообще круто. Почему бы тебе его не переделать? Он у тебя и таки маленький, а ты его прооперируешь, и будет вообще пипочка. Когда читаешь, думаешь, а может быть действительно, а может реально стоит. Из этой же палетки беру бронзер и вот так вот наношу на щечки. Наверняка вы в комментариях напишите, что блогеры должны уже привыкнуть к тому, что их критикуют. И если ты выставляешь свою жизнь на показ, ты должна быть готова к критике. Ну, с одной стороны, вы правы, конечно же, но с другой стороны, это очень влияет, по крайней мере, на меня. Я поняла, что какие-то моменты личного характера и своей жизни вот так вот выставлять мне, пожалуй, не стоит. То есть, если человек пишет какая-то страшная, фу, и нос какой противный, и сама уродина, то есть, ну, как бы к этому я отношусь более-менее лояльно. Я понимаю, что просто человек меня ненавидит и дело тут далеко не в моем носе. И, в принципе, это нормально. Сказать честно, у меня тоже есть блогеры, люди, которые меня раздражают, прям подбешивают. Обычно я таких блокирую. Блокирую в каком смысле? Что постоянно в рекомендации мне не попадались их видео. В одной из распаковок, кстати, забыла вам показать вот эту новую мою кофточку. Очень интересную. Потом, когда уже сняла распаковку Шейн, обнаружила, что забыла вам показать эту красоту. Вот, показываю сейчас. Вот такая красивая кофточка. Взяла в размере XS, и она мне, кстати, немножко маленькая, потому что S-ки не было, а мне она очень понравилась. Вот такая вот. Мы уже с подружкой на месте. Здесь столько народа. Мы не учли, что сегодня День независимости Азербайджана, 28 мая. Я совсем забыла про этот праздник, но здесь какая-то интересная ярмарка. Вот мой, кстати, лук. Бесплатно раздают семечки. Спасибо. Бесплатно, ребят. Семки. Короче, на этой ярмарке можно купить все, что угодно. Здесь вот такие небольшие ларечки, и все намного дешевле. Просто нужно кушать стоя. А это для меня безумно неудобно. Все фотографируются, музыка, приятная атмосфера. Прямо на виду готовят для вас футабы с мясом и зеленью, и здесь наверху можно их покушать. Смотрите, какое я место нашла. Это качели. Видите, качели. Ты сидишь на качелях. Я в инстаграме нашла это место. Мне настолько понравилось. Как я поняла, это место недавно открылось, но очень мило смотрится. Все в розовых тонах. Как я люблю. Кстати, подружка купила себе новый телефон Samsung. Очень круто, кстати, снимает. Вообще идеальный. S21. Мы заказали вот такой куриный бургер. Картошка фри. Это все. Был один сет. И еще взяли кола. У нас одинаковые сеты. Будем пробовать. Посмотрим, вкусно это или нет. Сказать честно, еда нам с подругой не понравилась. Мы ее не доели. Бургер совершенно невкусный. Картошка фри. Ничего так. Но атмосфера это, конечно, нечто. И особенно фотографии. Получаются просто бомбы. У меня для инстаграма получилась такая крутая фотография. Столько лайков. Столько комментариев. Классно. Здесь есть специальная зона для фотографий. И вообще здесь освещение какое-то специфическое. Вы получаетесь невероятной просто красоткой. И, естественно, как ни странно, большинство гостей, сказать так, процентов 95, это девчонки, девчачьи компании. Вот такая классная фотка получилась. Сейчас буду выкладывать свой инстаграм. Видео, кстати, не получилось классное. Поэтому обойдемся просто фотографией. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Вчера вернулась достаточно поздно. Было очень прикольно. Классная погода. Супер атмосфера. И мы с подругой вообще не хотели домой. Поэтому вернулись достаточно поздно. Я просто смыла макияж. Выложила для вас пару фоток. Кстати, столько комментариев. Столько приятных слов. Огромное вам спасибо. Либо, если ты до сих пор не подписан на мой инстаграм, то обязательно это сделай. Потому что, возможно, я пропаду на какой-то период. Потому что я сейчас еду в деревню. И мы вместе с вами будем собирать вещи. Вчера, кстати, без вас разобрала гардероб. Все зимнее у меня уже наверху. Аккуратненько все сложила. Но, кстати, вот эти кардиганы, их, наверное, я зря сюда положила. Будем перемещать их сюда. Потому что в дождливую погоду накинуть кардиган самое то. Первое, что я беру с собой. И, скорее всего, в этом костюмчике я, наверное, поеду. Он безумно комфортный. Очень удобный. Заказывала, как всегда, Шейн. Еще помню, зимой за скидкой его брала. И вот сейчас самое то его носить. У меня есть вещи в гардеробе, которые годами просто пылятся в шкафу. И я совсем забываю про их существование. Например, вот этот комбинезон. Прошлый год и позапрошлый год пролежал в шкафу. Пылился, и я его ни разу не носила. Поэтому возьмем его в деревню, чтобы носить его хотя бы там. Хочется с собой взять все, но я посмотрела прогноз погоды. Вроде должно быть там жарко. Поэтому надо взять самые такие легкие вещи. Например, вот этот лук. Здесь юбка-шортики. И вот такая футболочка. Или топ-кроп. Назвайте, как хотите. Сосед начал ремонт. И, кстати, очень вовремя. Как раз нас не будет. Я надеюсь, что он закончит все эти ремонтные дела. Дело в том, что его ванная прям граничит с нашей комнатой. Поэтому очень хорошо слышно все, что он там делает. Я понимаю, что с таким звуком, наверное, видео снимать мне не особо получится. Поэтому хорошо, что именно в этот период я уезжаю в деревню. Мэджик. И мы уже в Хачмазе. Это, кстати, место, где я родилась. Без никаких происшествий приехали. Машин было мало. Все аккуратненько водят. И Твикси, кстати, почти не ныл. Всю дорогу он молчал. Держал язык за зубами. Мне кажется, он уже понимает, куда мы едем. То есть он соображает, что происходит. И уже привык. Изначально он, кстати, очень сильно боялся, когда я его засовывала в переноску. Потому что у него были неприятные ассоциации, связанные с этой переноской. Когда я его засовывала туда, мы ехали к врачу. Ему делали очень неприятные процедуры. Но вы помните, наверное, когда он болел. Мы прям боролись за его жизнь. И вот после этого у него были очень неприятные ассоциации, связанные с переноской. А сейчас он понимает, куда мы едем. На самом деле, животные, они тоже все понимают. Просто они не могут говорить. Сейчас мама пошла покупать нам хлебушек. И мы сворачиваем в деревню. Как только я приеду, я просто лягу спать. Потому что сегодня я спала буквально 3-4 часа. У мамы лук, как будто она приехала из Египта или Турции. Хватит, что ли? Что за булочки, мам? Обычно здесь они бывают невкусные. И хлеб. О, горячий. Глеб очень горячий. Глеб очень горячий. И первое, что необходимо сделать, это, естественно, освободить Твиксика. Он уже так ныл, бедненький. Аж охрип. Булочка мамина. Вот он. Поподрал уже перенос. Мой дим, мой маленький, иди гуляй, свобода. Иди попейся. У нас не только заполнен весь салон, но и весь багажник. Причем и туда, и обратно. Для вас сейчас прошла одна секунда. Для меня два часа, которые я так сладко проспала. Настолько мне нравится дневной сон. Я прям кайфую от дневного сна. Я готова вставать рано, делать все свои дела. Лишь бы обедом часик, второй поспать. Так просыпаешься, и понимаешь, что никуда не надо. Уже теперь нужно разбирать вещи. Вот такое, кстати, красивое постельное белье купила мама. Для деревни. Но очень приятное на ощупь. Вот я, пожалуй, его постелю у себя. И еще очень мягенькая, абсолютно новая синтепоновая подушка. Потому что на этих подушках я спать не могу. Вот это вот красота для меня. Сейчас застелю себе кровать. Подготовлю ее к ночному сну. Потому что сон это самое главное. И вот такая прекрасная постелька у меня получилась. Но я еще, естественно, буду в этой комнате убираться, проветривать помещение и все остальное. Но постелька получилась, что надо. Посмотрите, как красиво цветет у нас роза. Это кустовая роза, а это обычные розы. Но они уже выцвели. И вот уже цветочки их завяли. Я, естественно, занимаюсь самой главной функцией у нас дома. Я поливаю деревья. Это алча. Когда мы только приехали, сразу включили воду и были в шоке от того, что вода была грязная. Это артизаны. Мы думали, что уже все. Вода теперь будет такая. Потому что время от времени постоянно воду надо из артизана выкачивать. В противном случае уровень воды падает. Вода становится грязная. Поэтому мы даже дали ключи соседу, чтобы он поливал свой огород с помощью нашей воды. Но сейчас я смотрю, что она уже чистейшая прям вода. Такая приятная. Бассейн бы здесь. Вот чего мне хочется. Гамак и бассейн. Новая рубрика Айка Садовод. Я хочу полить все эти цветы. Повырывать здесь сорняки. В общем, хочу навести порядок.